Сегодня мы попали вот в такой вот лес. Мажемся от комаров от лещей. Это лес необыкновенный. Стояли три оленя на трассе на шоссе. Здесь мы собираем всегда чернику, но черники почему-то нынче мы не видим. Посмотрим лисички. Ну и что попадется. Просто захотели по трассе прогнать машинку, проветрится слегка. Лес этот нам нравится, но далеко 50 километров от Смоленска. Ники пока не видно с краю. Идем на все четыре стороны. Я иду в болото. То есть мы вдвоем пойдем сюда. Лес большой. Здесь места хорошие ходить хорошо, но по кочкам, по канавкам по этим. Хорошо, лисички здесь есть, но очень маленькие. Лисички маленькие, даже их снимать не стала. А вот это красиво. Ну, друзья меня встречают. Парадные такие, нарядные. На березке. Посмотрим, что нас здесь ждет. Пока что ничего, что очень маленькие еще. Ну, пару штучек возьму, которые покрупнее. И заедем, может быть, потом в свои козьи горы. Эти уже получше. И есть надежда, что мы их все-таки, молоденьких, наберем. Они под листьями даже спрятаны. Наберем, да. Вот я взяла пакетик для камеры. Вот. Лисички есть. Лисички такие вот, но есть. Можно брать. Саша пошел в ров. Там они сбоку. Ну, они там тоже есть. А здесь их видимо, не видимо. Они, если бы завтра приехать, они, может, были бы и покрупнее уже. Но завтра у нас другие планы. Посмотрим. Вот это животное. Толстые-толстые. Рогатые-рогатые. Вот оно. Слизень. Сегодня была передача. Доктор Мясников сказал, не трогать руками никогда гусениц и бабочек. Они могут даже вызвать смерть. Могут убить любые бабочки, любые эти. Чего-то паук сюда ползает к этой живности. Вот такая живность. Ну, лисичек здесь полно. Куда нам бежать от них? Ужас. Мы будем брать. Их море здесь. Их просто море. По всему, по всему, по всему. Чуть бы позже. Там одна машина в лесу есть, стоит. Они где-то тоже ищут, собирают лисички. Видела плетей элени, но они маленькие какие-то красные. Но они мелковатые. Но выбрать что-то можно. Можно выбрать что-то. Классно. А здесь болото. Не пройти. А нам туда не надо. Я брать не буду. Я точно в ней почему-то не уверена. Вообще-то я их хорошо знаю, но тут почему-то сомневаюсь. Хотя она вполне похожа. Бархатный гриб. У меня такое дно платья есть красивое. Бархатное. Прозрачное. Красное-бардовое. А на нем цветы такие черные, бархатные, набитые. С голой спинкой. Красивое платье. Только сейчас некуда ходить. У нас надо темную одежду сейчас надевать. События и мероприятия. Вода здесь очень чистая. Можно на обратном пути даже немножко мордочку помыть. От замазки. От этой. Вообще-то у нас в машине есть вода. Но я люблю болото. Красивое это. Сейчас похуже стало. Вот. Получше. Можно даже подойти чуть-чуть поближе. Поехали мы в другое место. Здесь тоже полянки бывают. Здесь интереснее, чем по тем кочкам лазить. С этой стороны тоже есть железная дорога. Она сквозная. Остановок здесь нет никаких. То же самое. Маленькие. Но там были и покрупней. А здесь малютки. Ну, пару штук, может, и взять можно только лишь. Море их. Ну, так и народу много на краю. Здесь народ ходит. И вот даже машина приехала какая-то здесь. А здесь какие-то детали. Сейчас заберу их. Что такое? Уезжаем. Вот. Более-менее дорогу травяную перекрыли. Чтоб по лесу не ездили. А здесь нам не так уж легко было пробраться. Ну, кое-как мы пробрались, конечно. Ну, всё. Я на этом прощаюсь. Всем пока-пока. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!